Welcome, welcome, welcome. На вторую игру мы переходим. Здесь у нас тоже баны пики начались между Фоксами и Морталами. Они любопытны, что в то же самое время закончились, что и Клауд Найны. На полминуты позже разница незначительная. И Анивия снова забанена. Как я и говорил, здесь бан Анивии просто стопроцентный именно против этой команды. Те, кто не банят, получают стопроцентную смерть от Фрогена. Ну, а мы вернемся к этой мысли по поводу импакта. Сейчас я проверил статистику. Топ-14 является импакт Челленджера Америки. Боллс является топ-35. Винрейт у обоих по 62-63%. Ну, разница незначительная по количеству игр. Примерно так же само. 220 побед на 120 поражений. Ну, там плюс-минус одна игра, это ерунда. Импакт сейчас очень много играет Солоку Рамбла. Боллс, кстати говоря, тоже играет Рамбла. Ну, Боллс изначально мейн Рамбл, поэтому ему есть зачем играть его. Импакт. Непонятно, зачем он его играет, если у Клауд Найны нет этого пика. Как и непонятно, зачем вообще нужен импакт, если никто против него не банит никого. Ну, вот Шена забанили. Ура, 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 так сказать. СЛГшники на ферст-пике походу собираются забрать себе Джакса. Или какого-то Джарвана нам показывают. По мне вообще не надо вот такую чушь показывать с самого начала. Ферст-пик почти всегда должен быть саппорт, либо джанглер. Но СЛГшники не боятся ничего и пикают Гнара. Вот бы сейчас пикнуть Ганпланка, вот бы сейчас пикнуть Дариуса и в жопу отыметь этого уверенного в себе Гнара. Потому что те пики, которые я назвал, они просто унижают Гнара без вариантов. Ну, Клауд Найны сделали идентичный пик команды СЛГ. Забирает себе сразу же Северку и Грагас. Ну, я смотрю, в последнее время эта ротация очень сильная такая получается. То есть, если Северка или Браум не банятся, ну, должны сейчас СЛГшники забирать себе Браума. Они-то, в отличие от Клауд Найн, понимают, что надо пикать не Карму, а Браума, чтобы контрить Северку. Это мне тоже не понравилось. И поэтому и была проиграна линия. Трэш против Кармы хорошо стоит, как вы видели. И Люциан с Кармой, вместо того, чтобы Люциан с Браумом быть, ну, тоже не самый лучший вариант. Нет, они, походу, этого тоже не понимают. И тоже пикают Карму. Карму плюс Азира. СЛГ, а вы уверены? Мне что-то совсем не нравится. У вас никто не убивает сейчас Северку? Вообще никто. И с Грагасом-то тоже никто справляться, пока я не вижу игрока, который с ним собирается справляться. То есть, знаете, это ситуация, где можно поставить три игрока команды CLG против двух игроков команды Клауд Найн на фулл-билдах. И два игрока команды Клауд Найн победят троих. Это серьезно? Вот сейчас вот как-то так это выглядит? Ну, комментаторы тут рассказывают, что Влада пикали Клауд Найн против Азира и ожидает Влада. Ну, а Дженсона мы видели два раза Влада. И, кстати, да, два раза он был против Азира, но тогда был Азир от Бьорксона. Два раза, я тоже это помню. Клауд Найн, понятное дело, растения очухались, сами заберем себе Браума. Почему нет? Браума отлично сочетается. Нет, Кассиопея будет от Дженсона и Смути вроде даже не хочет Браума пикать. А почему нет? Ну, ладно. По мне, Браума надо было забирать. И была бы возможность, и были бы открыты руки у Импакта пикать все, что он хочет. Потому что Браума был как раз тем самым танком, который нужен еще команде Клауд Найн. А теперь они сами себя обязали пикнуть снова танка. И, судя по тому, что мы чаще всего с вами видели, делаю ставку на Маукая, если честно. Другого я здесь не вижу. Сейчас топ-лейнер, который может стоять с Гнаром и быть еще одновременно с этим танком. Маукая все еще рабочий. С Тиксайном показывают Дрейвена, которого он, конечно же, не пикнет. И у него нет вариантов, кроме как Люциана. Да, конечно же, Люциан. И Элиза добавляется. Теперь Иксмити покажет себя на Элизе. Иксмити... Да, Иксмити в последнее время на всех чемпионах стабилен. Пройти куд могу спокойно назвать. Чат Дрейвена до Керри. Не, такого не будет. Дрейвена может пикать только Стилбэк. Дрейвена может пикнуть Фаби. Но команда Team Liquid не рискнет сейчас у них очень все важные матчи впереди. Поэтому она не будет рисковать и пикать Тролля. Ты только что... Ты смотрел предыдущую игру LGM? Или ты не смотрел предыдущую игру? Просто, возможно, ты не видел предыдущую игру, как Тролль был унижен Даршаном два раза один на один. И он линию закончил один-три. Один килл только за счет Метеоса Ганга. И даже там на этом Ганге был Ганг с разменом на килл. Не, ну они тоже, походу, не смотрели игру предыдущую Cloud9. Да, они не видели игру предыдущую, ребят, смотрите. Действительно, они ее не видели. Где были Cloud9, когда была предыдущая игра? Не знаю. Вон Тролшан даже ржет, говорит, он что, идиот? Чувак, я тебя только что отымелил, а ты... Просто, просто no comments. Ну, по мне тут только Маука оставался. Ну, то есть, из тех танк-пиков, которые были бы у импакта, здесь Маука оставался. Ну, из нормальных пиков здесь Ганг Планк унижалити, Дариус унижалити устраивает, Ирелия унижалити устраивает. Кто у нас там еще? Фиора 50 на 50, но она не совсем заходит против Азира. Хикарим неплох, кстати говоря, против Гнара. Да, нормально, у Кармы Арморс ворует. Это тоже. Было же 0-4, откуда 1-3. Разве 0-4? Не-не, по-моему, он 1-4 закончил в конце. Ну, может, я ошибаюсь. Не, он килл же тогда получил, там же не... А, нет, там Метеус килл получил тогда. Тогда он действительно был 0-3, линию закончил, а потом, возможно, и не сделал килл, и так и закончил игру 0-4 тогда, извини. Аз-бз-з. Мне показалось, да-да-да, действительно, я потом вспомнил. Метеус же с одним киллом ходил в игре, и так толком ничего сделать не смог. Но ему сложно что-то сделать, когда у тебя все три линии проигрывают, и они даже не могут создать тебе возможность сделать ганг. То есть, с одной стороны, у них трэш плюс северка, эту линию не гангать. Ну, как бы, очевидно, эту линию гангать нельзя. С другой стороны, там Кассиопея с тонны вардов вокруг, и у тебя Талия, которая вообще не обладает даже потенциалом убийства против Кассиопеи. И на топе какой-то бущины, блин, стоит. Ну, Метеус пошел в фарминг-фест. Он ушел там в плюс 10 мапсов от Грагаса, и даже шел впереди по фарму. Но сейчас у нас наоборот Элиза против Грагаса. Посмотрим, как Метеус это будет играть. Метеус не показывает тот самый плейс, который показывал Икс Мете, и первый килл на фраму не делают. Кладнайны расставили варды, и возле вышек все стоят. Причем вот этот первый килл, Феррсблат, который заполучили команду ЦЛГ, он никак не помог Стиксаю на линии, если честно. Свап пошли делать кладнайны, но в этот момент они увидели... Нет, ничего не увидели. Все, пойдут они на свап. Ну, туда же идут и ЦЛГшники. Обе команды не рискуют забирать Громпа. В смысле, они рискнуты будут забирать Громпа, но риска особого нет, потому что есть варды, и к ним ни к одной из сторон не смогут зайти и отменить его. Какой-то у нас здесь небольшой подлак, ничего страшного. Давайте, Альтабнус хочу посмотреть, что здесь за пики получились у нас. А здесь у нас Фроген на Мальзахаре. Тот самый человек, который сказал, ну, в одном из своих матчей с Олаку, сказал, что, ну, к нему там претензии были, какого хрена, мол, Фроген сейчас мета Викторов, Азиров, а ты на них не играешь. Он сказал, у меня достаточно широкий пик, чтобы играть Азира, и команда не особо просит, чтобы я его тренировал. Ну, как бы, может быть, немножко пафосно это звучало, но вот Фроген за Азира не играет, и за Виктора он тоже не играет. И Мальзахара я, как бы, тоже от Фрогена никогда не видел, и я думал, что как раз он не сможет его тоже сыграть, но, видите, он посчитал, что это слишком легкий чемпион, поэтому он его возьмет. Фроген, конечно же, он может на Азире сыграть, просто он его не дротит, он ему не нравится. Фроген из тех людей, которые, блин, что тут творит с Мути, и он тонну урона уже по стиксаю нанес через Тандерлорд, вместе с Куханом Сники, причем они вместе по таймингу это организуют, и, ну, есть маленькая проблема. И Лиза сейчас третий левел получит, и попытается сделать небольшой ганг, выравнивающий эту линию. Так-то по хилочкам мы вышли вперед. Клауд Найны, ну что ж, Даршан получает второй левел, начинает сразу бить импакта, и мы с вами видели, что в прошлый раз похуже импакт здесь начинал. Он, кстати, тогда играл с Дараном. Посмотрите, как он поменял импакт свою страту, но это никак, по-моему, ему не помогает. Так вот, он в прошлый раз играл с Даран Блейдом, а сейчас он взял фляжку, и этой фляжкой пытается похиляться. Я не знаю, почему он выбрал заласхитить мелкого мопса вместо тележки, это просто какой-то нонсенс сейчас был. Он реально выбрал заласхитить мелкого мопса. У него была Ешка, и он мог заласхитить любого из них при помощи своей Ешки. Автоатака плюс Ешка. Но он выбрал, что вот, все. Надо обязательно тележку пропустить, а вот того заласхитить это важнее. Блин, как... Ну, это, походу, просто... Я плохо знаю этот матчап. Видите, Северка, оказывается, с Люцианом-то хорошо стоит. Я знаю, что Северка очень хорошо стоит с Ашой, и там почти 20 мопсов можно на лейнинг-фейзе за первые 10 минут сделать преимущество. Меттиус кидает бочку. Эксмити видел его, показывается. И помог он, запулил для Эксмитика рапторов. Меттиуса чуть хуже, получается, по контрджанглять Элизу Эксмити, нежели было в предыдущей игре. Ну, там, не забываем, Меттиусу пришлось уже к этому моменту сделать первый ганг на топе. Импакт такой, о, пошел убивать Даршан. Нет, смотрите, фляжка-то лучше помогает, чем Даран Блейд. Это тоже важно. И на меде Кассиопея разгромила Азира. Азира у нас играет с Экзостом, не успеет за тележкой, опыт с нее получит. Она сделать ничего не сможет. У импакта небольшие проблемы. Отфлешиваться надо, когда перевоплотится Элиза. Молодец. Но здесь у меня вопрос к Эксмити. Если бы он чуть-чуть мыслил на ход вперед, он бы мог дождаться флеша импакта и кинуть очень хороший кокун через свой флеш дальше. То есть перевоплощаешься, импакт на реакции тут же отфлешивается, и ты делаешь сразу же флеш за ним и кидаешь свой кокун. Можно было так сделать, но не хватило ему, не знаю, чего. Чего-то не хватило ему. Ну ладно. Так и быть, это какой есть результат, такой есть. Здесь Метео собирается делать точно такой же ганг. Но Даржан пока большой. Они думают либо товар дайв играть, но далековато. Может, импакт сейчас шестой левел получит. Из-за этого здесь они стоят. Импакт все еще не шестой. Кстати, Даржан получит шестой позже. Дженсен на пятом левел смещается. Собираются они Даржану ломать. Даржан убегает в сторону импакта. Метео с... Нет, у прыжка у Даржана. Метео с Ешки достанет, но не достает Дженсен. Хотя должен был это делать через флеш. И это был Ферстблад. Ребята отпустили Ферстблад. Отпустили Гнара, у которого не было уже прыжка. И только оставался флеш. Если бы с флеша сделал прыжок Дженсен и Ешку свою поставил, никуда бы уже не упрыгал Гнар. Ну ладно. С другой стороны, подденаена немножко мапсы. Правда, Элиза здесь ворует вместе. Под прикрытием солдат Хуни немножко ворует лес. Нет, нет, не получилось. Там еще Браун... Ой, извините, Барт прибежал и испортил все. Ой, как классно Дженсен занял позицию. И ничего не сделает, самое обидное. Я просто вижу, как обидно было Хухе. Он поставил двух солдат в одну точку, а Дженсен такой хоп, и вышел из этого поля. И ни одной автоатаки, и задних мапсов не побить. И просто стоишь и смотришь, как фармится Кассиопия дальше. Ну, игра Very Even только за счет того, что Элиза вышла чуть вперед по голде. Но в реальности... Лейн пацаны-то сейчас впереди, около 9 идут все. А Гнар только сейчас отпушивает линию. Но вот Элиза к нему идет. Нет флеша у Импакта. Он шестой левел, правда, получил. Так что Элиза вряд ли что-то сможет сделать. Метеус расставил ворды, но шестой свой еще не получил. Элиза тоже шестой. И Элиза будет через кусты заходить на контрганг. Она уже прошла. Прыжок пошел. Кубок был поставлен. И Даршану не добраться. Догадываться должен Импакт, что не просто так в него влетел Даршан. Он не видел Элизу, и Элиза не выходила из кустов. Но должен догадываться, что тут опасность. Ну, а здесь все же Стиксай нам показывает, что он получше, чем Сники Адыкерия. Ну, как знаменитая фраза есть сейчас в интернете, летает, где у Дабллифта спросили, что он думает о лейнинг фейзе Сники. Он сказал, Сники на лейнинг фейзе Сакс. А потом, да, понял, что он немножко грубо сказал, и поправился, говорит, он Сакс на лейнинг фейзе, но он бог позиционирования в лейтгейме. Но все равно осталось это. И так как это пролетело, конечно же, по интернетам, и по интернетам, и по мемам, и начали Сники троллить на его стримах, спрашивать, Сники, научи играть на лейнинг фейзе, а то Дабллифт говорит, что я Сакс на этой линии. Ну, и Сники там начал тоже на этот троллинг отвечать, ну, как нормальный человек бы на это среагировал, в шутку. Говорит, ну, мне-то почем знать, мол, я вообще не знаю, как лейнинг фейзе стоять. Тут, кстати, война, но импакт вряд ли сможет сделать килл, обмен был ульты на ульту. По мне, я мог сэкономить ульту импакта, не было никакой надобности здесь ультить, хп у него не было проблем, у него еще во фляжке было два стака, у него уже есть Тиамат. Зачем было сейчас ультить, непонятно, ну, ладно. Просто он потерял сейчас возможность, вот, допустим, вот Элиза бы сейчас стояла снизу, да, она давала сейчас синий паф, но нельзя это все было увидеть, то есть, а если бы Элиза сейчас была? Вот она бы сейчас вышла, и они бы его убили, даже без ульты Даршана. Все потому, что импакта нет, ульты у него нет никаких статов, даже хп у него нет, потому что у него Тиама. Ну, ладно. 0-0 у нас, Элиза сейчас тупанет, приземлиться, а тут Метеос ее мог бы встретить, но, к сожалению, опять Метеос не успевает. А тут я смотрю, даже без ульты-то, без присутствия Элиза импакта большие проблемы начинаются. Гна раздевается, правда, тут приходит Метеос и просто прогоняет, и опыта немножко подворовывает у своего топера. Бух, еще камень, процентный урон, станом, правда, не попал, но импакт станет маленький, а Трандлу, ему грустно. Ульты нет, ульта у Гнара откатится быстрее, так просто риотами было придумано, что КД на нее ниже. Проверил Гнар, есть ли там где-то импакт, его вроде нигде нет, но Элиза на всякий случай будет подходить импакт, боится, что его будет тавердайвить. И отступает, и нажимает в итоге рекол, и через телепорт будет возвращаться, или как, нет, он идет туда. Элиза выходит, и импакту надо теперь отступать, у кого нет дополнительного телепорта, чтобы спасти его. Но то, что делает здесь на миде Дженсен, Дженсен с флэша будет, по-моему, убивать. Хватит дэмэджа, даже не нужен флэш. И Гаст даже не прожал Дженсен, он показал, как можно все же выигрывать линию, намекая на то, что просто Талия был плохой пик. А я вам еще показал интересную статистику с мейн аккаунта Дженсена, но не до этого момента. Тут Элиза должна быть где-то, она вон далеко, из Трайбаша только выходит. Даршан все еще жив, кайтит, выигрывает время для Элизы. Элиза сейчас подойдет, но ульта Метеуса оставляет вне удел Гнар, и Клауд Найны ведут 2-0. Ответный лейнинг фейза, видите. Игра как будто зеркальная идет, и теперь уже Клауд Найны делают индивидуальные киллы на линиях, и с гангом тоже получил. Но Дженсен вообще красиво сыграл. Попал первым спеллом, поэтому смог дать 4 потом подряд, и потом попал еще одним спеллом, и Ешка опять начала долетать до бедного хухи. А я вернусь к мысли по поводу Дженсена. На мейн аккаунте я его посмотрел, он, как и многие другие игроки. Команда Клауд Найны, я только знаю, что топперы в основном всегда играли на своих мейн аккаунтах. Что это касалось Болса, что это касается как раз того же самого Импакта, а вот все остальные, а, ну и Сники, кстати говоря, всегда играет на своем аккаунте. У него есть еще один, Клауд Найн Стил Бомбер, но этот аккаунт только как бы тоже в чалике находится, то есть это не совсем смурф. А вот у всех остальных игроков есть реальные смурфы. Так, подождите, тут война началась, через Ешку, смуте, притащил Митиуса, и может быть вы в Сиксей развернетесь, непонятно, теперь уже проблема начинается, потому что Гнар сюда прилетит. А в этот момент Дженсен сражается один в два, убивает Икс Мити, переключается на Хухе, и Хухе даже отфлэшивается от Дженсена, а нам показывают, что на топе продолжается погоня за Митиусом, Митиуса не убивает, Сиксей пытается убежать и отфлэшивается с писечкой ХП. Сники хочет сделать флэш и Кушку, но слишком страшно. Видно, недостаточно прыгать в Даршан, кидает камень, но попадает только в смуте. А так как у него мало ХП, урона почти что-нибудь там не нанеслось. Вот это, да, вот вам и Дженсен на Кассиопе, я сегодня его ругал, и все пытаюсь вам мысль эту донести про талию. На своем мейн аккаунте, короче говоря, он сыграл на ней 37 игр уже, 37 игр уже! Самое большое количество игр как раз чемпиона у него на талии, а как раз других чемпионов он, видимо, тренит на другом своем аккаунте. И у него винрейт на 37 игр 33%, то есть он, получается, 13 игр выиграл, и все остальное проиграл. Ну, или 12 игр выиграл, и все остальное проиграл. И, знаете, доверять человеку, который в Солоку умудрился 33% винрейт сделать за 37 игр, ну, наверное, не стоило, хотя, ну, может быть, не он виноват. А вот Кассиопея у него в списке 12 игр, 80% винрейт. Ну, это мы легко можем посчитать с вами, 8-4, соответственно, он сыграл на ней Дженсен... Не, 9-3, не 8-4, 9-3, неправильно посчитал я. 9-3, 8-4 это 75% было бы, а у него 9-3 получается. Ну, и вот Кассиопея он нам показал шикарную только что. Он убил на ганге и к смете, и еще выжил с хухи флэш. Да, он потерял свои оба с амунирспелла, но... Импакт зато справился тем временем с мопцами 1 на 1. Как видите, если никого нет на линии, импакт играет хорошо. А Клауд Найн здесь контрган готовит. Смути спрятался в кусты, его не видят. Смути выцеливает свою ульту. Метеос рядом, и они ждут. Может быть, Элиза сюда придет. И, кстати, сейчас пока два Декери байтят друг друга. Байтят, кто первый выйдет из кустов. И первый выходит из кустов Афраму. А Клауд Найн сели во вторые кусты, ждут. Афраму подходит. Элиза сейчас будет выходить со спины сзади. Пошло ускорение. Клауд Найн вышли первые. Ну, какой шикарный стан от смути по Афраму. Боже ж ты мой, вы это видели? И флэш еще с Эксмити снимают за счет бардовской ульты. Какой стан! Да, это правильно, комментаторы, конечно, говорят. Клауд Найн ждали контргангу. Но его так и не произошло. Кубок, ну куда ты так рано-то ставишь? Куда ж так рано-то? Хотя все равно, походу, хватит. Хватит Дженсену демеджа, конечно же. Но все равно кубок был очень рано поставлен. Кубок надо было ставить на прыжок к ухе, чтобы сбивать его. Но побоялся не успеть вообще поставить кубок. Тут Ешка поставлена, можно в нее уйти. О, Ману решила с Никитой еще подзаработать немножко. Ну, извините, по вардам прогуливается. Но это реально, игра как будто отзеркалена. Вот он, пик Северки плюс Грагаса в одни руки. Плюс еще Кассиопея. А топпер, кстати, за Метеусом все равно проигрывал на топе. Топпер, ну, извините за туфтологию. Топпер на топе все равно проигрывал. Ну, а про импакт. Да, за счет небольших ротаций Метеуса он прогнал Даршана. И вроде подарил импакту немного свободного пространства. А сейчас импакт отыгрался полностью по фарму и по опыту. Потому что Даршан сделал телепорт наверх, а киллы там сделать не смог. Сражение было 3 в 3 там на топе, потому что Элиза была занята на меде. А здесь 176 фарма Дженсен. Мне Дженсен очень нравится, как играет, если честно, ребят. Потому что этот парень, он в тильт не впадает. Он может в игре попасть в тильт, но у него такой характер, что если что-то пошло не так, то он это будет исправлять. И в следующей игре обязательно сыграет лучше всех. Забрали дракона, CLGшники. Дракон, конечно, приятный был бы и команде Cloud9, деменджерский. Но из-за того, что у них нет на ботлейне дабллейна, Cloud9 было туда страшно идти. Тут импакт, вокруг которого игру не построить. Ну и решили, что здесь Вижена не будут создавать. Ну и очень быстро Элиза плюс подошедшие Хохи через стеночку почистили. А Элиза, ну если что, убегала бы под прикрытием Даршана. Но все равно 4000 преимущества. Правда, демендж вот небольшой получили CLGшники в свои руки. И здесь уже Frozen Mullet сделан у Даршана. И он будет легко сейчас кайтить импакта. Но импакт... Как он все изменил? Слушайте, импакт немножко в моих глазах сейчас уважение получил. Во-первых, он сразу понял, почему он проиграл линию. Он сказал, к черту Даран, купил себе хилку, хилпот. И дальше, посмотрите, он купил ботинки, которые снимает за медло. Он сейчас ультанет, и у Даршана будет проблема? Или не будут проблемы с флеша? Флеш в ответ от импакта. И... Ну, Даршана... Ой-ой-ой-ой, тут Метеоса ловит. Но не хватит у Эксмити демеджа. А там подходит уже Северка. Эксмити нет флеша. Глупо было с его стороны надеяться, что что-то здесь получится. Килл достанется Сники. А я вернусь к мысли по импакту. Он купил ботинки Свифнес, которые снимают замедление на 40%. Таким образом он... Или на 60, подождите. Ой, что-то... Сейчас туплю. 60 или 40? По-моему, 60. 40 слишком мало было бы. Мерки, потому что снимали бы с этим примерно столько же. Так вот. Короче, замедление они снимают. Слушайте, я реально что-то запутал. 60 или 40 было. И эти ботинки, они очень хорошо контрят как раз-таки Гнара. Я почему говорил, ну, то, что Дариус контрит Гнара. Потому что Дариус вот эти вот ботинки собирает и добегает до тебя. И ты упрыгать от него не можешь. А у Дариуса тупо больше урона. Ну, а других чемпионов, которых я называл, у них есть жесткий габ-клоус. И они просто не оставляют ни единого шанса Гнару. Они впрыгивают в него. И если он не мега-Гнар, то у него большие проблемы. А контролировать мега-Гнару очень легко. Вы сами видите, когда он мега, а когда нет. Это ни для кого не секрет. Риуты, кстати говоря, изначально, изначально хотели сделать так, чтобы этого не было видно оппонентам. Была такая тема у них. У-у-у, флэш-флэш. Классно сыграл Даршан. Мне, на самом деле, понравилось тоже. Хорошая механика. А вот то, что здесь Икс Митти делает, это чушь полнейшая. Никогда в жизни не хватит дэмэджа. Убить Грагаса один на один в таком месте. Он должен был просто дать стан паука и отступать. Все. Стан паука, отступаешь. Немножко надамажил, отошел. Ну, Икс Митти... Ну, я уже говорил, что и килл на импакте, он тоже должен был увидеть момент, что импакт, как только ты переуплатишься, будет отфлэшиваться, и тогда ты флэшишься за ним и даваешь, как он. Отдаешь, извините. Он должен был именно так сделать. Дженсона 219 фарма на 19-й минуте. Окей. И он 3-0-1. Тут Икс Митти без армора решил пойти делать Ревгеральда. Этого не получится в соло. Ну, вот он позвал еще кого-то. Здесь у Хухи небольшие проблемы вместе со Стиксаем. И куда? Зир кинул всех. Хотя нет, вроде получилось неплохо, потому что не мог Сники туда подойти. Сники переключается на Даршану. Даршан украли статы. И делают все же килл, но выглядело как полный провал. Азир кинул прямо под Стиксая двух дамажущих пацанов. Но там оказался рядом Гнар, который отзонил Сивирку, и она не могла дамажить. А импакт не мог перейти через стенку. И получилась вот такая вот чушь. Ну, кстати, Грагас тоже не мог перейти через стенку. И получилось, что 2 килла Клаунайне потеряли, но в ответ забрали тоже 2 килла. Правда, за шатдаунин был Дженсен. А Дженсен, у которого уже есть Абисел, уже есть Морелка. Здесь ульта А попадает. Давайте смотреть еще раз. Ешка была поставлена, чтобы Хухи никуда не ушел. И дэмэджа хватило. А, ну да, и здесь Даршан с Иксмити еще урон изначально нанесли. Гнара вообще не было. Ой, не Гнара, извините. Транла вообще не было. Он только потом подошел. Да, да, да. Тут получилось, что он кинул Азировской ультой не 2 в 2, как мне показалось на секунду. Он кинул 2 игроков команды Клаунайне в 4, потому что и Лиза могла оттуда дамажить, и одновременно с этим Даршан мог оттуда дамажить с той стенки. И вот так вот и получилось все кривовато. Но 4 тысячи с половиной есть преимущество Клаунайне. Следующий дрейк тоже будет Инфернал. Один Инфернал есть уже у ЦЛГшников, и с ним они, в общем-то, сейчас и выживают. Отдавать еще одного Инфернала ни в коем случае нельзя. По вышкам 3-1 Клаунайне ведут. Мид все еще не сломали, зато сломано. Тир-2 уже снизу. Тогда они после того, как прогнали Даршана из подвышки. Здесь надо дальше даже протащить линию, я думаю. Не только вот этот вейв, а еще один. На топе стиксай, но он просто время там теряет. Ему надо срочно смещаться на мид. Он здесь нужен команде, так сказать. Смутти можешь расставить, пожалуйста, хилки? Я не знаю, что ты там максишь, кушку или даблью. Ну, скорее всего, кушку, почти все ее максят. Но даблью в любом случае можно расставлять, а не бегать с фуллманой. Пусть стоит и все. На рандоме кто-нибудь заберет. Но он, вот смотрите, он все это время бегает и не ставит свой дабл ее вообще нигде. Суп не оставляет для своей команды, и потом команда будет только в тимфайте получать от него хил, который в реальности не является хилом. Это мне не нравится. То есть бардовская тема заключается в том, что ты должен три хилки оставить за спиной, которые в два раза лучше будут лечить. Все еще ни одной хилки не поставил, ребят. КД на хилки довольно низкая, там 12 секунд, по-моему. Учитывая, что он уже почти должен был ее подмаксить, даже учитывая, что он ее вторым спеллом должен был начать максить. Никаких с этим проблем не было бы, чтобы их расставлять. Ну что ж, без боя отдали Берсерки. Ухухи, я смотрю, что он так быстро атакует на Шортус и Берсерки. Правда, следующий айтем будет Абиссал, и это означает, что Друлая еще как до Луны. А знаете, что это значит? Сники будет убивать всех. Сники проблемы начнутся с Азиром, только тогда опять Эксмитер делает то же самое, что и в прошлый раз наносит никакой еще урон по Аметеусу и отступает. Импакт с Даршаном здесь разменчики. Фроузен Харт, кстати говоря, еще один айтем появился у Импакта, обратите внимание. Вот интересно, это он сам догадался, или вот ему реально в послематче объяснили, что надо собирать? Потому что вот это, мне кажется, хороший выбор тоже. Ой-ой-ой. Выбить вард. Не успевает смуть, и потеряли клоунайны свой пинг, не выбив при этом пинг оппонентов. И неплохая кушка по двум игрокам, и они даже пройти не могли. Если бы был кто-нибудь там рядом, это было бы сразу минус два. Импакт тем временем забирает красный, видит, как пробегает здесь Гнар, как эта белка проскочила рядом, но какая разница. А здесь Эксмитер подпрыгивает, говорит, «Слышь, белка, там у тебя красные украли, дура!» А белка такая, ой, и побежала. Ну, потому что там красный баф, понятное дело, надо убегать. И ульта была потрачена Гнаром. Без ульты Гнар чуть менее опасен становится для команды главной, так точно. Но сейчас Дженсон ушел на бэк, возможно, у него Архангел уже есть. Посмотрим, что он купит. Нет, у него Рулай уже есть, Архангел он потом следующим будет собирать. С Рулаем можно начинать сиджить. Все. Я не знаю, что они будут сейчас делать против Дженсона, когда нет Рулая в ответ у Хухи. И все, что у него есть, это скорость атаки. Но на него есть Грагас и Импакт, который, как видите, собрал Фроузенхарт. Поверьте мне, он собрал Фроузенхарт не из-за Хухи. Это тут вообще ни при чем. Он собрал Фроузенхарт, потому что он полностью решил поменять билд ради того, чтобы победить Гнара. Предыдущий билд не сработал, значит, надо что-то поменять. И с этим билдом гораздо лучше. Ну, так танковать вышку сейчас не имеет никакого смысла, потому что нужны обязательно мопцы, хоть один мопец, чтобы стоял, и тогда можно будет легко вышку разламывать. Сидж сейчас, Клоднайна, могли бы начать, но нужно было через спину это все делать, чтобы мог влететь Метеус, кинуть Хухи во всех. Ну, Клоднайна решили просто сделать ротацию наверх Сники. Немножко поставить игру. Я не против этого. Данный пик мне все же больше нравится, чем предыдущий от них. В предыдущем очень многое зависело от Дженсена, а Дженсен провалился. В этой игре у Дженсена все хорошо. Метеус, кстати, здесь останется отпушивать, но... Да, зачищает Дженсен, извините, Метеус своей ультой, а импак ставит кубок и немножко дает Даршану прикурить. Тем временем Сники без позиции оказался, но не боится. И Клоднайна решает устраивать битву, ловит бардовской ультой бедного Хухи. И Хухи нет шансов, чтобы убежать. И Сники гонится за Иксмитти, но Иксмитти отфлэшивается. И придется просто вышку сломать и после этого идти на Нашора. Почему нет? Смитти битый, и он не сможет воевать за Нашора, да? Клоднайна ставит Ешку, пробегает туда. И Смитти расставляет варды, все, начинает. У нас есть Кассиопея, Кассиопея, ребят. И с Кассиопеей дико легко забирается Нашор. Просто за секунду никаких смайт войн здесь даже близко не должно быть, да? Восемь тысяч забирает себе Клоднайна. И знаете, у меня сейчас такой вопрос. Не банят ли Грагаса в следующей игре? Потому что, по-моему, оба этих игрока очень сильно страдают, если не получают Грагаса в свои руки. Потому что оба джанглера просто выключены были из игры. Метеус на Элизе, под тот тимбилд, который был у команды, не особо на Элизе смог что-то сделать. Потому что, опять же, объясняю, Талия плюс Элиза должна была работать. Но, может быть, Кассиопея тогда стоит забанить. Ну, посмотрим. Зеркалка продолжается. Точно такой же стомп устроили Клоднайны ЦЛГшникам, как и там было. Точно, ну, прям вот как будто все то же самое. Мидер жестко проигрывает свою линию. Дженсен перед этим проиграл. Хухи в этот раз проиграл. Зато Берсерк ботинки у него были, если что. Берсерки очень помогли здесь, как видели. Но он здесь не виноват. И в него попала Бардовская ульта. Ничего не сделать. Архангел появился у Дженсена. Он продал фляжку, которая у него была. И пинк, я так понимаю, еще продал у него, потому что был фуллбилд. И купил Архангел. Два итема осталось до фуллбилда Дженсену. Когда вы делаете 300 фарма на 27-й минуте, с этим проблем не должно быть. И те же 300 фарма выбивает себе Сники. За это же короткое время. Но, немножко пострадал Метеус по лесным мапсам. Но он и доволен, так сказать. Миссию свою он выполняет на ура. И все равно идет впереди Лиза по деньгам. Как видите, даже учитывая, что Лиза что-то там набрала. Гнара можно поймать. Он отпрыгивает. Пошла ульта Барда. Теперь он отфлэшивается. Метеус, правда, флэшивается за ним. И говорит, пацаны, я его поймал. И статы ворует у Даршана. Правда, здесь статы уже было. Какие воровать? Нинджа Таби. Ну, я имею в виду, хотя бы хоть как-то порвать статы. И таким образом легче его убить было. Хотя его убили бы и без этого воровства. И Клауд Найнер вскрывает ингибитор. После чего, скорее всего, будут еще вскрывать и Бот Лейн ингибитор. Не получается нормально подойти. Метеус не может оказывать давление. Но Дженсен может оказать давление. На оппонент. В него прыгает Стиксай. Стиксай классный делает сайдстеп. Но слишком много демеджа у Дженсена. Видели, как он? Он ворвался, дал две автоатаки и повернулся спиной. Механика у Стиксая, конечно, божественная. Но, к сожалению, там просто так много урона у Дженсена уже. У него, хочешь не хочешь, 600 ability power сейчас. 600 ability power с пенитрой. 11-2. 12-2 счет. Вышка ломается. Иксмитти ловит. Кубок ставится. 13-2. Чуть-чуть хуже Клауд Найнер стомпанули ЦЛГшников. ЦЛГшники их победили со счетом 12-1. Клауд Найнер сыграли 13-2. Но теперь будет первый пик у команды Клауд Найнер. Следовательно, на первой ротации могут точно так же потерять Северку и Грагаса. Он суп под себя кидает, чтобы ускоряться за фонариками. Полезно тогда, полезно. 35%. Не, ну мерки да, я знаю. Reduce slow 25%. Не 20, а 25 я вообще неправильно посчитал. А, ну да, все верно. 25 и 75 Сордж дает. Того 100% получается. Все верно. Угу, мотыга. Мерки, вот ты говоришь, редюс всех негативных эффектов 35%. Это, конечно, круто. Только мерки против замедления все равно работают хуже. Теперь синий, это фиолетовый. Что? Какой синий, фиолетовый? Да я знаю, что это автология. Я так в шутку. Туфтология, я сказал. Списком аниме, о котором говорил. Спасибо. В смысле, вот этот список? А что тут тебе? Вот мне Клеймур сегодня посоветовали, его кинул в список. Здесь, сейчас идет сериал вот этот вот анимешный. Он еще не закончился, даже первый сезон. Мне дико понравился. С нуля пособие по выживанию в альтернативном мире. Re, двоеточие zero. Напиши, сразу выйдешь на него. Дико хороший. А здесь старье все еще висит. Я так и не посмотрел. F, история воспоминаний. Я знаю, что там надо плакать. Сериал идет всего один сезон, 13 серий. Но я так до сих пор не готов плакать, ребят. Здесь я канон все еще не досмотрел. И вот это мне тоже кто-то посоветовал. Муши-муши. Не, Мушиши. Мушиши он называется. Но он вроде как будет продолжение еще, насколько я понял. Правда, пока он остановлен в 2015 году. Посмотреть можно. Серий вроде тоже тут не так много должно быть. Хотя они смытились по 26 серий. Такие дела. Так, а давайте тогда пока перейдем сюда. Здесь тоже игра закончилась. То есть вернемся назад чуть-чуть. Скорее всего, имморталы вин без вариантов. 23 на 10. Имморталы просто разгромили. Реновер тут на киске. 4-1-15. Это игра. Боже мой, какой ситуации. Очень классно. Видимо, он тут на киске отярил. А Фроген. Мальзахари. Соло-ку напоминает. Спрашивает. Пацаны, что там по команде? 4-1-6 сыграл Фроген. Его команда сыграла в сумме 6-6-15. Да? Что-то там такое. Короче, ну, Фроген просто охреневает с того, с кем он играет. Ну ладно. А у нас пока перерыв. Субтитры сделал DimaTorzok.